друзья добрый день на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале max capital где мы говорим о развитии мышления инвесторов формирование инвестиционных портфелей и получение пассивного дохода сегодня мы хотели бы поговорить на тему куда инвестировать 100 тысяч рублей очень частый вопрос который приходится слышать давайте непосредственно разберем да бы можно было направить 100 тысяч рублей очень важная оговорка это не является индивидуальной инвестиционной рекомендации не хочу чтобы она расценивалась таковым я смотрю на данный вопрос и отвечаю на данный вопрос с позиции своего собственного опыта с тем чтобы в первую очередь защитить данные деньги а во вторую уже их непосредственно приумножить друзья обязательно досмотрите данное видео до конца потому что я подготовил для вас интересный подарок который мы подарим в конце данного видео начать ответ на данный вопрос хотелось бы все таки с очень важных вещей без которых отвечать на вопросы просто глупо непрофессионально не этично то есть ответ на вопрос что делать он должен найти с позиции что хочешь то есть куда ты хочешь прийти какие цели ты непосредственно преследуешь и в это наверно заключается основное искусство финансового советника финансового консультанта будь то зависимый который работает в каком-то финансовом институте или независимый финансовый советник который получает деньги от клиента это в первую очередь выяснить цели выясните личный финансовый план то есть к чему непосредственно человек стремится то есть первое нужно ответить для себя на вопрос к чему я стремлюсь что с этими статусами должно произойти есть хорошее упражнение для того чтобы ответить на эти вопросы вот здесь вот под ссылочкой у нас есть целых два видео по тему как растянуться как определить свои собственные цели какие финансовые цели как определить то есть проходите делать я думаю это будет вам очень полезно то есть определитесь целями что это такое выходить чтобы вас денег больше стало выходите выйти на определенный пассивный доход вы хотите начать инвестировать что это за деньги каким риском они подвержены и здесь получается люди с капиталом 100 тысяч рублей находится в зоне риска почему я говорю что такие люди находятся в зоне риска не 100 тысяч рублей а это можно сказать до 2 3 миллионов рублей если есть некий капитал который можно направить на инвестиции люди действительно находятся в зоне риска по одной простой причине что получить высококлассный ответ специалиста финансового советника консультанта который действительно бы стоял на страже ваших интересов расспросил бы вас провел анкетирование составил личный финансовый план сформировал структуру портфеля то в случае если мы говорим про зависимости то есть сотрудников каких-то банков страховых компаний управляющих компаний они заинтересованы продать свой собственный продукт они заинтересованы ваших интересов если мы говорим о независимых финансовых советников то в этом случае это очень непросто сейчас делать в россии потому что деятельность лицензируется на ложные определенные ограничения и в этом случае Чтобы соответствовать данным ограничениям, стоимость услуг финансовых советников должна быть очень большой. Это связано с тем, что нужно состоять в реестре, нужно иметь собственный бэк-офис, нужно фиксировать везде рекомендации, которые выдают независимые финансовые консультанты. Получается, затраты на всю эту инфраструктуру действительно для независимых финансовых советников чрезмерно высоки. И суть не в том, что независимые финансовые советники жадные и берут 50-100-150 тысяч рублей для составления личного финансового плана от балды, что там будет какой-то супер-пупер личный финансовый план, а это связано с регулированием, которое есть в текущий момент в России. И поэтому получается, что они не могут просто более низкую цену поставить. И если у вас есть 100 тысяч рублей на инвестиции, то понятно, что независимый финансовый советник, который в первую очередь будет блюсти ваши интересы, выполнить соответствие для того, чтобы туда пойти, достаточно сложно. Поэтому я говорю, что если портфель там до 2-3 миллионов рублей, вы находитесь в некой такой теневой зоне. Качественного независимого советника получить сложно. Если пойти в профессиональный участник рынка ценных бумаг, то вам продадут там свои собственные финансовые продукты. Ответьте сами себе на вопрос, что вы хотите с этим сделать. И здесь, когда мы идем по теме стратегии, по опросам, то ответьте для себя, вы хотите управлять этим капиталом, ну то есть здесь эта сумма может быть больше 100 тысяч рублей, это может быть и 200, и 500, и миллион, и 2 миллиона рублей. То есть некая сумма для вас значительная, то есть ею уже нужно управлять. То есть у вас нет возможности регулярного пополнения, у вас очень нестабильный активный доход, у вас есть некая сумма, которую непосредственно нужно управлять. Или же это 100 тысяч сумма, которая в дальнейшем может расти. То есть вам нужен личный финансовый план, вам нужно управление, вам нужен прирост капитала. То есть ваша цель, чтобы там через 5-10 сформировать пенсионный капитал, сформировать деньги, достаточные на образование детей, совершить какую-то крупную покупку, купить машину, купить недвижимость. То есть вопрос разграничить, да, то есть два критерия. Первый критерий, все-таки у вас управление капиталом или у вас создание капитала. Потому что разные цели, разные инструменты. Капитал можно создать на самом деле меньшими суммами на длительном промежутке времени. Если мы говорим про управление, то управлять нужно прямо сейчас. Для вас он уже для кого-то даже 100-200 тысяч рублей является значительным капиталом, и это требует управления. И если мы сходимся и фокусируемся на том, что вы решаете задачу управления капиталом, то есть проверенный способ, достаточно комфортный, связанный с тем, что есть теория управления портфелем, теория распределения активов, asset allocation по-другому называется, всесезонный портфель. То есть названий очень много, суть которого сводится к тому, что вы должны максимально стараться диверсифицировать свой портфель по классам активов. Первое, это акции, облигации, недвижимость, драгоценные металлы. И второе, по странам инвестиций. То есть в какую страну вы непосредственно инвестируете. То есть если мы говорим про идеальный вариант, то в этом случае страна, в которую вы инвестируете, должна быть, ну доля инвестиций в данную страну, должна быть сопоставима с долей этой страны в мировой экономике. То есть если, допустим, доля ВВП США в мировой экономике составляет там порядка 25-27%, то 27% активов вы инвестируете в американские акции и облигации. Если там 25% экономики это китайские компании, то 25% вы инвестируете в акции китайских компаний. Если там доля российской экономики 2%, то 2% инвестируете в акции российских компаний. Если рассказать принципы, на которых формируется портфель. Вы первое, работаете с индексными ETF-ами, то есть индексными фондами, которые инвестируют в определенные классы активов и в определенные страны. Идеальный, конечно же, вариант, если у вас есть возможность глобальной инвестиции, потому что если у вас есть доступ к иностранному брокеру, вы можете покупать через любые иностранных брокеров и китайские компании, американские компании. Но вообще есть выход на американскую биржу, то в этом случае вы там найдете полностью достаточно список для того, чтобы инвестировать. Это будут низкие транзакционные издержки, то есть очень низкие комиссии за управление. Это будут широкие возможности, то есть вы можете инвестировать в любую страну по своему желанию, по своему выбору. Но, как правило, российские брокеры предоставляют выход на иностранные торговые площадки только квалифицированным инвесторам. А для этого, ну скажем так, основной критерий, по которому сейчас признают квалифицированным инвесторам, это объем активов более 6 миллионов рублей. И тогда, опять же, вот эти вот законодательные ограничения не позволяют людям с относительно небольшим капиталом получить широко диверсифицированный глобальный инвестиционный портфель. В этом случае могут помочь ETF-ы от FINEX. Можете зайти на сайт FINEX и посмотреть, какие там ETF-ы присутствуют, их описание. Сейчас начинают создавать фонды Тинькофф инвестиции, МТБ инвестиции, то есть они тоже предлагают индексные фонды на различные страны. По какому принципу формируется портфель? То есть, когда мы ставим задачу управления, когда мы ставим задачу не переиграть рынок, а сохранять свои денежные средства, то в этом случае первая некая такая основа, разделяем весь свой портфель на две составляющие. Консервативная часть, агрессивная часть. Доля консервативной части должна быть точно такой же, сколько вам лет. То есть, если мне сейчас 40 лет, то в этом случае у меня доля консервативной части 40%, доля агрессивной части 60%. Опять у нас 100 тысяч рублей. 40 тысяч рублей мы направляем в консервативные инструменты, 60 тысяч рублей мы направляем в агрессивные инструменты. Теперь отдельно берем консервативную часть. 40 тысяч рублей у нас берется за 100%. Каким образом лично я для себя в рамках сервиса всесезонный портфель формирую здесь структуру портфеля? У меня получается, разделяется эти 40 тысяч, делится на три части. И инвестируется получается в равных частях. Облигации Соединенных Штатов Америки, еврооблигации России, золото. Вот такова структура портфеля. При этом облигации Соединенных Штатов Америки, то есть аллокации на облигации Соединенных Штатов Америки, еще делятся на две части. 50% это облигации TIPS, доходность которых зависит от инфляции. Вторая часть это облигации TLT, то есть просто тражеря, долгосрочные американские, чтобы нивелировать риск колебания и процентных ставок, и инфляционных ожиданий. То есть они у меня непосредственно сбалансированные инструменты позволяют. То есть это получается в инфляционных облигациях FXTI, в облигациях с фиксированным доходом это FXTP, еврооблигации российских компаний это получается FXREU, и золото это FXGD. Вот консервативная часть лично для меня закрывается таким образом. Для меня закрывается. Я по такому принципу формирую, то есть другие классы активов я туда непосредственно не добавляю, потому что я для себя выбрал такую структуру распределения капитала. А если облигации сейчас не покрывают даже инфляцию, зачем облигациях? Каким образом работает этот механизм? И здесь не столько вопрос получения доходности выше инфляции, сколько инструмент страхования раз, перераспределения два. Потому что там заложены в этом всесезонном портфеле определенные механизмы, которые позволяют на падающем рынке терять меньше. И как раз таки докупаться, но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. А вторая агрессивная часть, она соответственно делится по точно такому же принципу. То есть вот у меня есть 60 тысяч рублей, берем это теперь за 100%. Вот из этих 100% получается доля условно-консервативной части, называемой, это столько же, сколько мне лет, 40%. То есть 40% от 60 тысяч, они соответственно направляются в акции американских компаний. FXUS. Просто индексный фонд. Почему они направляются? Потому что здесь это развитая экономика, высокая доля этой экономики, хорошее правовое регулирование. И поэтому получается, что внутри агрессивной части есть более консервативная и более агрессивная часть. Соответственно более консервативная она размещается в акциях Соединенных Штатов Америки. И оставшиеся 60%, ну то есть по 30% от 60 тысяч рублей распределяются в акции российских компаний и в акции китайских компаний. При этом для меня лично акции российских компаний это акции компании стоимости, акции китайских компаний это преимущественно акции компании Рост. То есть что мы получаем в рамках данного, условно назовем его всесезонного портфеля? Что у меня определены доли каждого класса активов и идет диверсификация. У меня есть Россия, у меня есть Америка, у меня есть Китай. Россия это самая агрессивная часть, да, то есть предельно агрессивная часть. Китай менее агрессивная часть, Америка еще менее агрессивная часть, остальное это консервативные инструменты. И определена доля каждого класса активов. Почему я говорю про долю и почему я говорю о всесезонном портфеле? Потому что для начинающего инвестора, который инвестирует только 100 тысяч рублей, он получает за 100 тысяч, работая через российского брокера, он получает глобально диверсифицированный портфель и по классам активов и по странам. Второе, что он в этом случае получает. Все равно ETF покупаются, то есть акции, которые покупаются внутрь, они покупаются за доллары. Ну, я инвестирую в рублях, а инвестируется в акциях с долларовой доходностью. Поэтому получается, я в какой-то степени нивелирую валютный риск. Третья ситуация. Я еженедельно вношу туда сумму, равную 52 500 рублей. Под видео я оставлю ссылку на профиль фельдников, где как раз таки ведется всесезонный портфель, лично мой, где я еженедельно инвестирую по 52 500, а ежедневно получается по 7 500. То есть каждый вторник 52 500 рублей распределяются в данный всесезонный портфель, который настроен по данному принципу. Там можно посмотреть непосредственно всю статистику. В чем преимущество? Преимущество именно всесезонного портфеля, основанного на данных принципах. Что здесь исключается эмоциональная составляющая. Причем как страха, так и жадности. У меня диверсифицированный портфель. Мне страшно. Я честно скажу, мне страшно инвестировать сейчас. И всем страшно. Потому что активы стоят несоизмеримо дорого. То есть покупать сейчас падающий Китай страшно. Покупать сейчас Америку, которая торгуется на хаях, страшно. Покупать Россию, которая торгуется на максимальных значениях, страшно. Покупать облигации, которые в принципе не несут никакой особой доходности, тоже страшно. Но при этом не страшно было и в 2014 году, и в 2015, и в 2016, а уж как было страшно в 2020 году, представить себе никто не может. И поэтому получается, что нужно и дальше чего-то бояться и ждать, что что-то упадет, и вы купите по шоколадным ценам. Но рынок может быть иррационален дольше, чем вы кредитоспособны. Есть такая хорошая поговорка. Поэтому нужно покупать. Я знаю, что в любом случае за каждым ETF стоят реальные компании. И в случае, если произойдет падение, акции падают все равно больше, чем облигации. Второй важный критерий всесезонного портфеля заключается в том, что когда вы его сформировали, ребалансируйте эти доли хотя бы раз в квартал. Вообще советуют раз в год. Если вы только управляете, если вы не довносите. Если вы довносите деньги, ребалансируйте и всегда приводите к среднему значению. То есть, сколько у вас должно быть этих инструментов. Рассчитайте сами табличку Excel. Лично для себя, к чему привязаться, к вашему возрасту. Я сказал, к чему имеет смысл привязаться. Принцип распределения я указал. Можете это сделать самостоятельно. Можете это сделать, получив доступ в сервис всесезонного портфеля. Мы для всех создали бесплатный сервис, в котором вы указываете, сколько вам лет. Сумму средств, которые хотите направить на инвестиции. Соответственно, вам автоматически система пересчитывает. То есть, говорит, каких конкретных инструментов, в каком количестве нужно купить, исходя из вашего портфеля. У вас постоянный доступ к этому сервису всесезонного портфеля есть. Вы можете зайти в свой профиль. Да внесли там 20 тысяч рублей или там 5 тысяч рублей. В очередную дату нужно перераспределить. Вам сервис автоматически все пересчитал. Сказал, что купить, что продать. В чем заключается преимущество, когда все падает, акции падают больше, чем облигации. И это возвращаясь к вопросу, связанному с тем, что облигации не дают никакой доходности. Но и упадут они на падающем рынке значительно ниже, чем акции. И тогда получается, что у меня доля облигаций увеличится, а доля акций сократится. И система сама приводит себя в равновесие. Потому что я сам должен тогда облигации продать, даже если они упали, просто они упадут меньше, чем акции. И увеличить по низкой цене долю акций. Если рынок восстанавливается, то происходит, что акции растут, и доля акций увеличивается, а доля облигаций сокращается. И я вынужден эти акции продать, а облигации докупить. То есть уже более одного года данный портфель существует на платформе Тинькофф. И я из собственного опыта могу сказать, Вне зависимости от того, что я думаю по поводу инфляции, рынков, дорого, дешево. У меня всегда раз в неделю происходит покупка чего-то и продажа чего-то. Если портфель идет ровненько и пропорции соблюдаются, я покупаю большее количество того, что стоит дешево в настоящий момент. Если вдруг какая-то волатильность, рынок Китая падает, я могу сказать, вот летом я вынужден продавать, был автоматически продавать акции американских компаний, продавать акции российских компаний, когда они стоили дорого. Ну то есть своих находились на максимальных значениях. А акции Китая стоили очень дешево. Поэтому я по акциям американских и российских компаний фиксировал прибыль и перекладывался в Китай. В Китае высокая волатильность стала все хорошо, на 10% за неделю выросли. У меня это привело к тому, что автоматически доля китайских компаний увеличилась, а доля акций Китая и России сократилась. Я вынужден продать, был, краткосрочную прибыль по китайским компаниям и переложиться купить акции российских компаний, американских компаний и золота. И самое главное, это происходит автоматически. То есть вот основное преимущество, что это настроено на автомате, и при соблюдении данных параметров, опять же, что важно понимать. Первое. Вы никогда не обыграете индекс. Никакой индекс не обыграете. Вы не обыграете ни один индекс акций. По одной простой причине, потому что у вас будут консервативные инструменты, столько, сколько вам лет, и это будет, конечно же, влиять на доходность. Но волатильность вашей доходности, финансовый результат, который вы в этом случае получаете, он будет более прогнозируемый, более управляемый. То есть у вас не будет сильных расшаток. А для новичка сильные движения как в плюс, так и в минус, они имеют пагубные последствия. То есть они разрушают нервную систему. Человек начинает нервничать, искать какие-то альтернативы, когда рынок упал. Или наоборот, в эйфории, когда все там выросло, начинают использовать взаимный капитал. Система в какой-то степени ограничивает от этого. Есть консервативные умеренные инструменты. Есть регулярная ребалансировка. Есть на автомате сигнал, то есть система сама выдает приказ на продажу и на покупку. Вы просто его и непосредственно реализуете. Очень удобный инструмент с целью управления капиталом, с целью достижения сохранения капитала. Если мы говорим о доходности, доходность такого портфеля где-то в районе 80% годовых в валюте. Для задачи сохранения капитала этой доходности более чем достаточно. Если мы понимаем, что текущая доходность облигаций 1,6% американских, российских в районе 3% в валюте. Если мы говорим о средней доходности, средней доходности американского фондового рынка в районе 12-14%, то в этом случае мы должны понимать, что мы берем некое такое среднее. И самое интересное, что когда рынок восстанавливается, вы восстанавливаетесь уже с профитом, который непосредственно получили. Потому что ребалансировка приводит к тому, что свою прибыль вы регулярно забираете и перекладываете в более дешевый класс активов, который будет именно на тот момент. Это соответственно про всесезонный портфель. Понятно, что в рамках формата видео на YouTube я не могу рассказать в принципе как он работает. Если нужны конкретные таблицы, конкретные расчеты, конкретное понимание, как работает всесезонный портфель, под данным видео есть ссылочка, забирайте двухчасовой вебинар бесплатный, как работает сервис всесезонного портфеля. И условия получения данного сервиса, он распространяется бесплатно. Абсолютно любой желающий может получить доступ к нему как на платной основе, так и на бесплатной. Проходите там больше подробностей, смотрите, думаю, что будет ценно и полезно. Возвращаемся назад по поводу целей, если стоит цель создания капитала. То есть у вас есть 100 тысяч рублей и вы готовы еще там длительный промежуток времени инвестировать. Другие цели, другие инструменты. Лично я в данном случае для своих собственных детей, для долгосрочной цели выбираю проект миллион долларов за 8 долларов в день, в котором я для своих детей формирую инвестиционный портфель, долгосрочный, с хорошими дивидендами, с реинвестированием полученных дивидендов, с тем, чтобы у меня к моменту совершеннолетия детей был достаточный капитал, чтобы они получили хорошее, даже не хорошее, а лучшее мировое образование, которое они для себя выберут. И после окончания института они, соответственно, имели некий базовый доход в районе 3-5 тысяч долларов. Более подробно узнать, как это работает, на каких принципах базируется система, какие промежуточные финансовые результаты непосредственно у моих детей, вы можете посмотреть из нашего вебинара бесплатного. Ссылка находится под данным видео. Друзья, я приготовил для вас подарок, длинное достаточно было видео, все на пальцах, табличек нигде нету, разобраться очень сложно, и чтобы это было интересно, комфортно и добавить немного драйва в наше с вами общение. Я думаю, мы регулярно будем проводить такие истории, дарить подарки. И подарок заключается в том, что мы предоставим доступ на один год к проекту 1 миллион долларов за 8 долларов в день. То есть вы целый год можете следовать, формировать инвестиционный портфель, смотреть, какие результаты лично я получаю, получать каждый месяц сигналы, какие акции купить. Вы должны выполнить три условия. Итак, первое условие заключается в том, что вы должны быть подписаны на канал. Второе, поставить лайк данному видео. И третье, это нужно написать в комментариях 1 миллион долларов. Через месяц мы свяжемся с победителем, объявим его в одном из наших видео. Итак, друзья, если вы хотите на протяжении года получать сигналы, куда я инвестирую лично я для своих детей, сумму, предупреждаю сразу, нужно быть готовым, то, что направить на инвестиции 8 долларов в день. Это получается порядка 2700 долларов в год. Сумма побольше, чем 100 тысяч рублей. Но на сигналах выходит в том числе информация о том, что если вы можете инвестировать только по 100 долларов в месяц. Я думаю, что это классный подарок и хорошая традиция. Поэтому, скорее всего, мы регулярно будем проводить подобные акции, дарить подарки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео и чтобы действительно в актуальных акциях принять свое активное участие. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего хорошего. Продолжение следует...